Добрый вечер! На канале Бук-ТВ большие итоговые новости. В студии Ирина Левчук. Неделя позади, самое время узнать о ключевых событиях, которые произошли в эти 7 дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром. Будем вместе разбираться в этих событиях, чтобы понять, что они значат для нас с вами. Главная тема сегодняшней программы. День народного единства отмечает Беларусь. Брест торжественно и масштабно встретил 17 сентября множеством памятных и значимых мероприятий, в которых приняли участие люди самых разных поколений. Я Беларусью дорожу, я здесь живу, я здесь учу усилий молодежный воркшоп. Новый проект Брестского государственного университета имени Пушкина объединил студентов 11 вузов страны. Лес раскрывается только для тех, кто умеет чувствовать к его существам родственное внимание. Работники Леса Беларуси отмечают свой профессиональный праздник по труду и награды. Звезда Достоевского, книги из фонда Солженицына, электронный вариант Брестского магистрата. Яркие мероприятия в городской библиотеке имени Пушкина в канун профессионального праздника. В эфире на БУК-ТВ еженедельная программа «Итоги недели». И сейчас обо всем по порядку. Вот уже второй год подряд, 17 сентября, наша суверенная республика отмечает государственный праздник День народного единства. Праздник, который стал символом идеи многих поколений белорусов о свободной и процветающей земле. Праздник, который подчеркивает переемственность поколений, незыблемость самодостаточной белорусской нации и государственности. Ведь именно 17 сентября 1939 года была восстановлена историческая справедливость в отношении белорусского народа, разделенного в 1921 году против его воли по условиям Рижского мирного договора. Беларусь воссоединилась в своих национальных границах, и с этого дня началась уникальная история построения государства на своей исторической земле. Брест торжественно и масштабно встретил 17 сентября множеством памятных и значимых мероприятий, в которых приняли участие люди самых разных поколений. 17 сентября 1939 года началось воссоединение земель Западной и Восточной Беларуси, принудительно разделенных в 1921 году по условиям Рижского мирного договора. В этот день была восстановлена историческая справедливость в глазах сотен тысяч людей, которые против своей воли на долгие годы оказались по разные стороны границы. Наш Брест в далеком 1939 году оказался в центре сложнейших политических процессов и во многом символизирует собой именно данный исторический период. Поэтому для нас, брещан, 17 сентября – особый день. Брещане, как никто иной, знают цену свободы и помнят рассказы старожилов об угнетении и притеснении по национальному признаку. Государственный праздник – День народного единства – стал символом освобождения от притеснений белорусского народа, символом его исторической памяти и благодарностью от жителей суверенной независимой Беларуси тем, кто сумел отстоять национальной идеи о свободной и процветающей земле, порой даже ценой своей жизни. В Бресте в этот день почтили память героев. День народного единства Мы искренне поддержали логичное и исторически обоснованное решение главы нашего государства об установлении данного государственного праздника. 83 года назад вот на этом и на этом месте были захоронены воины Красной Армии, отдавшие свои жизни за единство нас, белорусов. Мы и дальше будем поддерживать все инициативы в нашем городе, направленные на вековечение памяти людей, отдавших самое дорогое, что есть у них, свои жизни во имя нас. Одна из таких инициатив исходила от почетного гостя торжественного мероприятия, члена национальной паралимпийской сборной Республики Беларусь, общественного деятеля и учредителя благотворительного фонда Алексея Талая. Он передал главе города слитки из монет, собранных тысячами белорусов, для общенационального проекта по восстановлению исторической памяти. Эти слитки будут переданы на хранение в Брестскую крепость, а позже мы реализуем вторую часть общенационального проекта – установку памятника в городе Герой Брест. Это общенародный проект, это народный памятник, народное финансирование. И проект, который скрепляет сегодня тысячи и миллионы сердец. Множество сердец в городе над Богом сплотил День народного единства. Свою сопричастность к празднику ярко и креативно выразила талантливая молодежь Брестского технического университета. Яркий флешмоб в цветах государственной символики организовали студенты первых и вторых курсов. Здесь уверены, эта инициатива станет ежегодной доброй традицией праздника. В чем состоит народное единство? Вот, единство молодежи. Единство молодежи, их интересы, их любовь к родине, их любовь к университету. Поэтому государственный флаг, государственный гимн, шарики, символизирующие цвета Республики Беларусь, ну и молодежь, первый, второй курс, наши малыши, которые должны быть именно такими начинателями. Они понесут эти традиции в будущее. В будущее через связь поколений устремлена и акция «Мы едины», организованная представителями Ленинского района. Мы – один я! Молодежь, сотрудники предприятий и представители общественных организаций, также ветераны труда собрались на набережной Бреста, чтобы поддержать мир и согласие в обществе ради благополучия и процветания города и всей страны. А поводом стал День народного единства. Как правильно сказал наш президент, без объединения, без единения, без этого праздника не было бы у нас ни Дня Победы, ни Дня Независимости. Мы все разные. Мы разные по возрасту, профессии, по увлечениям. Но нас объединяет одно. Мы знаем свою историю, мы любим свою Родину, и мы едины. Поэтому у нас все получится. Все получится лишь у той страны, которая строит фундамент своей государственности, не предавая забвению историческую память прошлого. Об этом накануне Дня народного единства говорили с молодежью на многих диалоговых площадках нашего города. Год исторической памяти ставит перед разными, по крайней мере, свои задачи. И вот молодежь, от них зависит будущее нашей страны, развитие экономическое, интеллектуальное развитие, сохранение тех традиций. Важно чтить и помнить свою историю, чтобы не осталось никаких недоговоренностей, потому что, когда есть все понятно, доступно, раскрыто, и меньше вопросов возникает. Ни один вопрос не остался без ответа и на диалоге поколений, который прошел в Брестском госполкоме. В центре внимания история страны и День народного единства, а цель близка и понятна для каждого. Еще больше сплотиться, вот, всем вместе, найти общие точки соприкосновения и по истории, и по-настоящему нашего города. Вместе работать, трудиться на благо нашего города, чтобы он был еще краше, лучше, ну и, конечно, на благо нашей страны. В мире, добре, справедливости, помня свою историю. Только вместе мы способны отстоять нашу независимость и суверенитет. А для того, чтобы строить будущее, мы не имеем морального права предавать забвению прошлое. Город-спутник Бреста Жабенко постоянно дает журналистам информационные поводы. Совсем недавно здесь построили первую девятиэтажку. Отличным подарком к новому учебному году для жителей стал новый детский сад на 240 мест. И вновь хорошие новости. В канун Дня народного единства в районном центре произошло большое и знаковое событие. После реконструкции ввели в эксплуатацию мост по улице Мира. На открытие путепровода побывала и наша съемочная группа. Еще полгода назад мост через реку Жабенко в одноименном райцентре находился в аварийном состоянии. А уже сегодня жители и руководство города собрались, чтобы торжественно открыть после реконструкции новый путепровод по улице Мира. Проектная стоимость составила порядка 900 тысяч рублей. Средства выделены из областного бюджета. Основная наша задача, это прежде всего, как города-спутника, это создать комфортные условия, в том числе и в транспортной инфраструктуре, чтобы это оценили наши горожане и, конечно, и гости нашего города. Поэтому уверен, что оценка будет дана высокая, потому что наши строители, им отдельные слова благодарности, потому что на данном объекте работали специалисты мост-отряда. Они прежде всего сделали это качественно и немаловажно, особенно нам, к началу учебного года, своевременно. Специалистам моста-строя пришлось полностью разобрать и заново возвести конструкцию. Задачи справились качественно и на месяц раньше поставленного срока. Пропускная способность нового путепровода – порядка 500 автомобилей в сутки, а срок службы – не менее полувека. Это сооружение простоит как минимум 50 лет и будет служить для жителей города Жабинки. Никаких здесь претензий к этому сооружению не будет. Мост построен качественно, на совесть. Сами здесь живем, как говорится, строили как для себя. Так как новый мост соединяет строящийся квартал Жабинки и комбикормовый завод, право первыми проехать по нему получили автомобили предприятия. Людмила Логодич, Андрей Щерва, Юрий Лемонтович, телекомпания «Бук-ТВ». Мы подводим итоги прошедшей семидневки, выбирая главные события мероприятия «Новости». Объединить студенчество всех областей Беларуси и не забывать историческую правду – это актуально всегда. Особенно в год исторической памяти и накануне Дня народного единства. Так первые республиканские студенческие дни проходят в городе над Бугом. Программа проекта «Я Беларусью дорожу, я здесь живу, я здесь учусь» или «Молодежный воркшоп» – насыщенная и интересная и проходит в несколько этапов. Торжественное возложение, воркшопы, парад студенческой молодежи и, конечно же, праздничный концерт. Все подробности далее. 2022 год – год исторической памяти, а потому одним из важных направлений молодежной политики является сохранение исторической правды и справедливости. В преддверии самого молодого праздника Беларуси – Дня народного единства студенты совместно с руководством Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина инициировали патриотический проект «Я Беларусью дорожу, я здесь живу, я здесь учусь», который объединил 11 университетов со всей республики. «Этот проект к самому молодому празднику в нашей стране – Дню народного единства. Говорит о том, что этот проект патриотический, это проект, которого одна из задач – объединение студенчества нашей страны. И очень похвально то, что на этот проект приехали делегации из 11 университетов нашей страны. Я хочу поблагодарить всех студентов, что они приехали к нам в город, и причем уже по отзывам им все здесь очень нравится, и те мероприятия, которые проходят, и город. И это дает еще раз возможность подружиться университетам и студентам из разных университетов. Я думаю, что этот проект вообще должен быть таким традиционным. Может быть, он где-то будет не только в Бресте проходить, может быть, какие-то студенческие дни будут в Гродно и так далее. Но что, например, в Бресте мы будем проводить, это, конечно, однозначно. Это значимость этого проекта, и то, что он как раз в канун вот этого праздника проходит, и я так думаю, что и должен он проходить в канун этого праздника, мы сделаем все, чтобы он был традиционным. Первое мероприятие в рамках патриотического проекта стартовало в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». Очень символично, что в канун Дня народного единства в священном месте Брещен, где стойко и мужественно держали первый удар советские войны во время Великой Отечественной войны, собралась молодежь со всей республики. Для меня, как для студентки Брестского государственного педагогического университета, это прекрасная возможность познакомиться с ребятами из других университетов. Самое интересное, что многих из них я уже знаю, они меня знают. Получается, что наш новый проект, который организовывает наш университет, представляет собой возможность опять с ним встретиться, с людьми, которых мы знаем, которые проявляют себя активно в своих вузах и как раз-таки готовы себя активно проявить и в нашем уютном городе Бресте. Поэтому я считаю, что в рамках патриотического памяти такое мероприятие – это прекрасная возможность студентам всех вузов нашей республики еще раз сплотиться, встретиться, поговорить, найти новых знакомых, провести время хорошо и с пользой. Руководство университета, первый секретарь Брестского областного комитета БРСМ Юрий Сигинюк и участники возложили цветы к вечному огню и минуты молчания почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны. В старом корпусе Брестского государственного университета имени Пушки на в честь праздничных мероприятий началась работа воркшопа «Студенчество детям». В рамках республиканского молодежного форума, приуроченного ко Дню единства, студенты из 11 университета в Беларуси создавали красивые работы из различных материалов, чтобы порадовать детишек, живущих в многодетных семьях, а также находящихся в сложной жизненной ситуации. Я, получается, из палочек делаю их склад, а затем рисую на них, так скажем, изображение. В дальнейшем это изображение будет на палочке распадаться, и дети, которым мы потом будем эти игры давать, они их будут складывать как пазл такой некий. И мы все это делаем в рамках, так скажем, нашего молодежного феста. Ну, я считаю, что это шикарный фест, который могло быть организован в Беларуси. Яркие красочные рисунки, подделки из различных материалов, игры и многое другое. И это еще далеко не полный список того, что приготовили студенты для детей. Активные участники молодежного форума старались угодить малышам и придумать для них что-то захватывающее и интересное. Мы делаем домино в виде божьих коровок. Я считаю, что это достаточно интересная игра. Оформив ее в виде божьих коровок, это будет привлекательно для них. На этом воркшопе мы делаем игры для деток. У нас было три станции. На первой станции мы делали как мини-лото в виде божьих коровок. На втором мы делали мини-мозаику, на которой мы рисовали животных. И затем, когда мозаика высохнет, они будут ее складывать и разбирать. На этой станции мы делаем игру, всем известную крестики-нолики. Сегодня мы делаем игры, а завтра мы будем их вручать деткам в детскую областную больницу и по садам. Кульминацией патриотического проекта «Я Беларусью дорожу, я здесь живу, я здесь учусь» стал пара студенческой молодежи. В нем приняли участие студенты 11 университетов Беларуси, в том числе Брестского государственного университета имени Пушкина. Торжественно под звуки оркестра они шествовали по улице Советской, создавая праздничную атмосферу. После торжественного шествия на площадке возле выставочного зала был организован праздничный концерт, в котором принял участие заместитель председателя Брестского горосполкома Виталий Щерба, который обратился к присутствующим с поздравлениями. Уважаемые друзья, позвольте мне от имени Брестского городского исполнительного комитета поздравить нас всех с самым молодым государственным праздником Республики Толарусь, днем народного единства. Значимость мероприятия отметила ректор Брестского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина Анна Синдер, которая также обратилась к молодежи. Очень хочется верить, я думаю, что так будет на самом деле, чтобы этот праздник, вот студенчество праздник, который проходит в День народного единства, стал традиционным для нашего университета. Студенты, участвующие в праздничном мероприятии, с удовольствием поделились эмоциями и впечатлениями, подчеркнув свою искреннюю заинтересованность. Мне очень нравится здесь присутствовать, меня пробирает гордость, что мы находимся и проводим такое мероприятие на базе нашего университета Бргу имени Пушкина. Также у меня только положительные и радостные эмоции, связанные с тем, что я здесь являюсь студенткой и учусь. Это только позитивные и интересные эмоции, поэтому я очень рада, что мы начали проводить такое мероприятие. С учетом того, что раньше такого не проводилось обычно, я сама не из Вреста, а из Витебска и приехала сюда учиться. И на самом деле очень интересно, такие мероприятия и коллектив собирают, и облагораживают, очень интересно на самом деле. Праздник получился ярким и незабываемым. Все участники и гости мероприятия остались под большим впечатлением. От увиденного и внесли с собой массу положительных эмоций. Продолжаем выпуск и говорим об актуальном. Природа Белоруссии – это одно из уникальнейших, удивительнейших и захватывающих явлений на планете. Это край без морей и высоких горных массивов, но зато богат на лука, уникальные по происхождению болотные массивы, живописные реки и озера с кристально чистой водой и, конечно же, густые леса. Не зря нашу страну ласково называют «синеокой» и без преувеличения считают легкими Европы. Сегодня Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы. Леса покрывают более 40% территории страны, и за годы независимости их площадь была увеличена почти на 1 миллион гектаров. А следят за таким богатством, конечно же, сотрудники лесного хозяйства, которые в воскресенье отметят свой профессиональный праздник. Республика Беларусь – небольшая, но очень красивая страна в центре Европы. Не зря ее называют «синеокой». Наша страна славится своей природой. Ее густые зеленые леса, широкие бескрайние луга с цветущими травами, возделанные рукой человека поля, среди которых по всей территории страны разброс на огромное количество озер и рек. И если посмотреть с высоты птичьего полета, то и напоминают это все синие, глубокие, выразительные глаза. И несомненно, что за таким богатством нужно пристально следить и оберегать. Так каждую тропинку каждого лесного гостя в своем хозяйстве знает Иван Иванович – лесник-инженер по охотничьему хозяйству Брестского лесхоза. В исхуженном лесу, площадью в несколько тысяч километров, каждое дерево, каждое животное, каждая травинка на щиту у хранителя леса. И неудивительно, ведь для Ивана Жалнерчика работа – образ жизни. Этот образ жизни был, наверное, с первого дня, как я устроился, в 2005 году на работу. И она, ну, я не представляю, что другую сейчас работу, кажется, что оказывается, что вместе с лесного хозяйства поработал уже больше времени, чем в вооруженных силах. Можно сказать, что, ну, вторая работа, как бы, стала основной моей профессией. В лесу с утра и до вечера, до конца рабочего времени. Это постоянно мониторинг леса. Должен знать, где, в каком, имеясь определенный, обитает определенный вид животного. Я на работу хочу, схожу с удовольствием, а уходить тоже не хочется, потому что зачастую у нас практически вот такие периоды, когда идет гон, ну, практически мы каждый день в лесу в два-три ночи приезжаем домой, в восемь, на работе, в пять. Это надо знать постоянно, потому что ты не хочешься домой идти. Иван Иванович – профессионал лесного хозяйства не только по должности, но и по образу жизни, по духу и даже по менталитету. Исполнение служебных обязанностей для него, как убедилась наша съемочная группа из разговора с хранителем леса, не столько служба, сколько обыкновенная жизнь. Не устаете ли вы, скажем так, от такого общения с природой? Нет, ну, это ж воздух чистый. Как можно устать? Это же не город, если в кабинете. Это постоянно, как быть, в движении. Движение – это жизнь. Таких, как Иван Жалнерчик, преданных своему делу в Брестской области немало. Представители лесного хозяйства достойно трудятся, чтобы лес жил, а значит, чтобы жили звери и птицы, чтобы сохранялся природный баланс, чтобы на месте каждого вырубленного или поваленного непогода деревца появилось новое, чтобы леса продолжали оставаться так называемым «зеленым золотом». Без них таких преданных, трудолюбивых, ответственных и искренне любящих природу, наша страна могла бы утратить звание «легких Европы». А потому каждого, кто предан лесу своей работе, а это более 70 лучших лесоводов Брестской области, наградили на торжественном мероприятии, посвященном Дню работников леса, которое традиционно празднует в 3 воскресенье сентября. С учетом того, что мы сегодня работаем в условиях беспрецедентных санкционной нагрузки этого пресса коллективного запада, основная задача отрасли и лесхоза Брестского полкового – это было перестроиться на альтернативные рынки и не допустить ни снижения объемов, ни тем более потери коллектива, остановки где-то своих производств. И главное сегодня у нас достижение – это, конечно же, то, что мы сохранили свои коллективы, мы сегодня сохранили объемы производств, сегодня наши работники получают достойную зарплату, мы ни в коей мере ее не уменьшили, сегодня наблюдается даже рост, и мы уже видим, что по итогам года мы не допустим потери ни в заработной плате, ни в численном составе наших коллективов. Брестский областной культурный центр давно не утопал в такой зелени парадной формы, как на торжественном мероприятии для лесоводов Брестской области. Сотрудники из всех лесхозов приехали в город над Бугом, чтобы поздравить своих коллег и получить заслуженные награды за тяжелый труд. Ведь благодаря твердости характера работников, силе их духа и созидательному труду они с честью несут службы по сохранению и приумножению лесных богатств родного края на протяжении веков. Я очень рада, конечно, получить такую награду, но я считаю, что это не только моя заслуга, это заслуга всего коллектива Драгичинского лесхоза, где каждый человек работает должным образом на своем месте, и поэтому моя награда – это их награда. Чтобы работать в лесу, надо прежде всего очень любить лес, и любить свою профессию, быть преданным лесу, потому что если ты не любишь лес, ты работать там не сможешь. Эмоции вообще очень громадные. Очень приятно, что наш скромный труд оценен так высоко руководством. Огромное спасибо. Эта награда ставит очень большую ответственность, и мне эту миссию навести в два раза лучше, чем я делал. То есть надо стремиться вообще к совершенству. Всем известно, что опыт, мастерство, профессионализм приходят к человеку не в одночасье. Прежде чем стать гуру в своем деле, приходится и шишек набить, и не разочаровываться, когда трудно. Все эти люди, которые сегодня были награждены тому доказательство, все они не из робкого десятка и спустя годы ни разу не пожалели о выборе профессии. В Республике 15 сентября отметили День библиотек. Этот праздник ежегодно проходит в день основания главного книжного хранилища страны – Национальной библиотеки Беларуси, которой в этом году исполнилось 100 лет. Библиотеки с древних времен являлись хранилищем уникальной знаний, культуры и исторической памяти народов мира. А уже сегодня современные – это не только полки с книгами, а скорее объединение различных учреждений в одном пространстве. Это и образовательные центры, и выставочные залы, и пространство для общественных инициатив, и место интересных встреч и знакомств. О том, как прошел праздник в библиотеках города Бреста, в нашем следующем сюжете. Брестская городская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина «Сегодня» – это уже далеко не только книги. Современная библиотека в первую очередь – информационный центр. Она разрушает границы, переходит из реального пространства в виртуальные. С другой стороны, создает собственные электронные ресурсы. Более того, современная библиотека – это уголок для отдыха, в котором человек чувствует себя защищенным, где можно не только получить информацию, но и комфортно пообщаться с другими людьми. Мастер-классы, обсуждения, фотовыставки, встречи с интересными авторами, художниками, проповедами – все это делается для привлечения в библиотеку людей абсолютно разного возраста. Им предлагается провести свободное время в доброжелательной, неформальной обстановке. Не только отдохнуть, но и получить от этого эстетическое и интеллектуальное удовольствие. Наша центральная библиотека имеет 13 филиалов по всему городу, в которой работают более 100 человек. И самое интересное, хочется отметить, что ежегодно библиотеки посещают более полумиллиона человек. То есть, если мне приблизительно помнить, то 530 тысяч человек посещают библиотеки города Бреста, которые в течение года берут на руки и возвращают более 650 тысяч экземпляров книг. То есть, это говорит о том, что люди читают и радует то, что читает молодежь. Мы видим те современные подходы, которые сейчас имеет библиотечный фонд не только города Бреста, но и в целом Республики Беларусь, в частности, Национальной библиотеки Республики Беларусь, которая сегодня исполняется 100 лет. Мы видим, что все вот эти электронные формы, они дают свою актуальность именно в получении той или иной информации. Это определенные копии различных экземпляров старейших книг нашей страны, и это их цифровые копии. Это определенные информационные материалы, с которыми можно работать интерактивно, удаленно, не посещая конкретную ту или иную библиотеку. То есть, современные системы, они позволяют человеку находиться далеко от библиотеки, но пользоваться ее услугами очень широко. Все мы знаем, что, конечно же, и молодые люди, и люди вообще разных возрастов, и дети сейчас очень сильно подвержены электронной информации. Они все у нас в интернете, они все в телефонах. И понятно, что библиотека использует и этот ресурс. Здесь мы увидим не только книгу в бумажном виде, не только можем встретиться с писателями воочию, но и все это сделать в электронном виде. Несмотря на глобальное использование гаджетов, библиотеки не пустуют. И даже на мероприятия, посвященном Дню библиотек, в областном центре было массово интересно. Ведь здесь собрались все те, для кого книга – это нечто большее, чем просто бумажный беремлет. Как бы ни развивались цифровые технологии, все равно книга есть книга. Миллионы людей выросли на том, что они читали книги. Вот сам, знаете, ее берешь в руки, так, запах книги, листаешь страницы. Все книга – это совершенно особый жанр мировой цивилизации, неотъемлемая часть мировой культуры. Мне кажется, что они играют свою роль, может быть, для более узкого круга людей, чем раньше, но тем не менее влияние их огромное. Книг никогда не бывает много. Именно поэтому в торжественной обстановке генеральный консул Российской Федерации в Бресте Олег Мурашев передал Брестской центральной городской библиотеке имени Пушкина 300 книг из фонда Солженицына. Книги замечательные. Я надеюсь, что белорусские читатели по достоинству оценят этот дар этого замечательного фонда. И еще одна торжественная часть мероприятия – вручение ордена «Звезда Достоевского» хранителю фондов Народного литературоведческого музея Достоевского Валентине Вуцукович. Большое спасибо. Это высочайшая награда. И нет просто слов благодарности. То, что мы из Белоруссии, из нашего музея, Народного литературно-кроведческого музея Федора Михайловича Достоевского, Родины, откуда пошел род Достоевский, получаем вот такую замечательную награду. Почетные дипломы, грамоты в свой профессиональный праздник получили многие сотрудники Брестской Центральной городской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. В их честь звучала музыка. Еще одним важным мероприятием, приуроченным ко Дню библиотек накануне Дня Народного Единства, стала презентация диска «Актовая книга Брестского магистрата». Основа для его издания послужила книга из фондов Национального исторического архива Беларуси, которая рассказывает о событиях первой половины XVII века. Диск был выпущен к тысячелетию города и подарен библиотеке в 2019 году. Но, к сожалению, со сложившейся ситуацией в связи с пандемией, мы не могли очень быстро и оперативно провести данную презентацию. И в этом году, учитывая то, что у нас сейчас идет год исторической памяти, и накануне Дня Единства мы захотели именно сегодня провести данное мероприятие, каждому человеку очень хочется и, наверное, необходимо знать, как жили, чем жили предки. Да, это очень важно, помнить свои предыдущие поколения, для того, чтобы не допускать каких-то ошибок в будущем. Инициаторами оцифровки старинных архивов стали депутаты Палаты представителей Национального собрания Анатолий Дашко и Леонид Брич. При поддержке спонсоров появился уникальный диск, который позволяет каждому желающему прикоснуться к истории своей страны. Сегодня презентуются архивные документы, скажем так, история города Бреста, о которой должны знать все жители. Она будет очень интересна. Беларусьбанк принимает участие в таких проектах и очень рад быть финансовым участником в этот проект, дабы сохранить нашу память. Наша история, та история, которой 400 лет почти, очень необходима для потомков, для тех, которые живут сейчас, чтобы понимать, как жили, что делали, какие проблемы, заботы решали наши, так сказать, предшественники. Само мероприятие важно, потому что очень знаково знать историю для того, чтобы не совершать ошибок и для того, чтобы идти вперед, развиваться и достигать новых вершин. В кругу единомышленников обсуждались важнейшие исторические этапы, так как каждому беларусу необходимо знать свои корни и помнить о наследии страны. Такое значимое событие, как День библиотек, не осталось без внимания и в областной библиотеке имени Максима Горького. К празднику здесь подошли с особой ответственностью и трепетом, а само мероприятие приурочили к 140-летию со дня рождения белорусских писателей Янге Купала и Якуба Колоса. В этом году очень органичной частью большого количества наших сегодняшних праздничных мероприятий стал главный литературный юбилей в Беларуси, который отмечается у нас в этом году. Это 140-летие Янге Купала и Якуба Колоса. Центральным событием праздника стал международный поэтический марафон «Читаем кумиров разом с миром». 60 участников из восьми стран постарались выступить достойно, вложив душу в прочтение стихотворных произведений. На мероприятии также вручались призы победителям увлекательного фотоконкурса «Пойман за чтением». Участники присылали свои фотографии, сделанные в процессе чтения любимых произведений. Лучших наградили памятными подарками. С мужем придумали подпись «Агу», поучаствовали, победили. Мы рады, что заняли призовое место. Очень приятно, что там такие замечательные подарки. Очень большое спасибо выражаем библиотеке. В наше время библиотеки по-прежнему остаются центром притяжения думающих людей разных поколений. Это пространство, которое позволяет расширять границы познания, общаться и открывать новые горизонты. А потому их роль, как и прежде, остается весомой и значимой. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы!